всем привет это пятая часть и мы с вами продолжаем вязать кардиган в прошлой части мы с вами научились вязать проймы вывязывать и эти знания нам также пригодятся в этом виде потому что мы согласно этому же принципу будем вывязывать горловину у полочки и спинки также я вас научу соединять спинку и полочку прямо во время вязания мне хочется обратить внимание на некоторые вещи когда мы вывязываем начиная от проймы спинку и полочку вот то нужно учитывать что количество рядов должно быть одинаковое вот у нас ряд отмеченный маячком и от него мы вяжем одинаковое количество рядов у спинки полочки это нужно обязательно пересчитать также количество петель в каждом плече у нас также должно совпадать вот у спинки плечо такое же количество петель должно быть и у правой и у левой полочки соблюдая все эти нюансы у нас получится очень красивый симметричный кардиган что хочется еще отметить вот наша пройма я ее сначала вязала 24 сантиметра но поскольку сам кардиган у нас тяжелый и пройма немножко на сверхнюю часть у кардигана вытягивается и я решила глубину проймы уменьшить до 22 сантиметра вот моя глубина проймы 22 сантиметра померив потом я поняла что это идеально подходит для меня поэтому мы откат рукава сразу с вами не вывязывали потому что он зависит от глубины проймы посмотрите возможно вам тоже следует уменьшить глубину проймы для начала мы от проймы вывязываем до уголка нашей горловины вот он наш уголок а далее соблюдая выкройку мы будем вывязывать нашу горловину как сделать выкройку я вам сейчас покажу мы ее конечно же делали в предыдущей но в этой части отдельно я также покажу как ее составлять и так нам подойдет альбомный лист на котором мы рисуем изначальную точку и опускаем ее перпендикулярно вниз также от этой точки нам нужно нарисовать горизонтальную прямую это у нас начало нашей горловины вернемся к выкройке которую я делала в предыдущей части вот она посмотрите здесь у нас длина плеча у меня на 40 сантиметров я это объяснял в предыдущей части вот середина нашей горловины это вот эта точка значит в одну и в другую сторону мы откладываем половину длины плеча а это 20 сантиметров половину длины плеча отложили также вниз опускаем перпендикулярную прямую далее смотрим от этой точки нам нужно отложить вправо и влево ширину горловины в прошлой части я указала неправильно и везде свою ошибку я ниже написала ширина горловины у нас должна быть около 20 сантиметров а не 10 как я указывала в прошлой части значит половина ширины которым откладываем вправо и влево это будет 10 сантиметров 10 сантиметров вправо и 10 сантиметров влево в итоге у нас получается ширина 20 от этой точки откладываем 10 сантиметров вот это у нас будет половина ширины горловины а вниз глубину горловины 9 сантиметров вот наша горловина у полочки нам теперь нужно соединить две эти точки но поскольку у нас у полочки будет еще планка поэтому сначала рисуем немножко горизонтальную линию потом плавно переходящую к той точке вертикальной точки то есть не сразу вот такой полукругом а сначала горизонтальную а потом немножко поднимаем наверх для спинки мы откладываем 3 или 2 сантиметра на глубину горловины я потом выбрала 2 сантиметра и от этой точки 2 сантиметра мы соединяем с точкой половины ширины горловины у меня как раз это один ряд получился вот два сантиметра это у меня получился один ряд горловину нам нужно вывязывать точно так же как мы вывязывали пройму только не забудьте отложить от края наши на планку которым оставили петли здесь у меня 4 рельефных столбика и 1 кромочный столбик маячок я прикладываю ровно к нижней точке и далее соблюдая нашу выкройку вывязываем горловину вот посмотрите как это делать я уже вам показывала на пройме в предыдущей части надеюсь тут понятно распрямляем наше вязание вот у нас получается горловина и также здесь мы соблюдаем длину плеча вот то есть все у нас видите совпадает такая у меня получилась горловина у полочки когда мы вывязываем горловину у полочки или спинки то в последнем ряду мы можем соединить сделать плечевой шов для этого вот сейчас я буду вязать последний ряд у нашей спинки одно плечо у спинки у меня готово соблюдая выкройку я в конце сделал два столбика с одним накидом вместе и сейчас это плечо мне нужно связать точно так же но при этом я буду вязать плечо и соединять его с полочкой можно наоборот вывязывать последний ряд у полочки и соединять его с готовым плечом у спинки разницы нету я сейчас хочу вам просто показать как можно соединить спинку и полочку не делая вообще плечевого шва вы спрашиваете если изнаночная лицевая сторона кардигана есть изнаночная туда мы все наши кончики ниточек выводим и так с изнаночной стороны мы соединяем нашу спинку и полочку и начинаем вязать последний ряд а именно плечо у нашей спинки вяжем как обычно соблюдая рисунок у меня сейчас тут два ряда изнаночных рельефных столбиков значит мы вяжем в шахматном порядке делаем 3 воздушные петли подъема далее берем первую петлю у нашей полочки вот она у нас такая кромочная заводим крючок за обе стенки захватываем петельку и просто протягиваем продолжаем вязать наше плечо вяжем этот ряд в шахматном порядке было у нас два ряда с изнаночными столбиками значит сейчас вяжем лицевой рельефный столбик просто видите вяжем лицевой рельефный столбик вытаскиваем крючок находим следующую петельку вот она заводим в нее крючок и снова протягиваем ниточку вяжем следующий лицевой рельефный столбик снова провязываем столбик вытаскиваем крючок заводим ее в следующую петельку захватываем ниточку протягиваем и вяжем далее теперь у нас два изнаночных рельефных столбика провязываем первый столбик вытаскиваем ниточку заводим крючок в следующую петельку протягиваем и продолжаем вязать таким образом мы вяжем последний ряд у нашей спинки либо полочки разницы нету и при этом соединяем вместе и спинку и полочку это очень удобно здесь нам не нужно отдельно соединять и делать плечевой шов обвязывая его потому что смотрится все равно грубо когда мы соединяем либо крючком либо иголкой с ниткой что вообще это недопустимо скажем так при вязании таких вещей потому что если мы соединяем плечевой шов делаем иголкой с ниткой то шов у нас получается не эластичный тугой он будет у вас выделяться при ношении потому что само вязаное изделие тянется а шов будет тугой поэтому я советую или такой способ как я сейчас показываю или просто соединять крючком провязывая ряд столбиков без накида пока я вам рассказывала я почти довязала плечо у нашей спинки постоянно протягивая петли вот как сейчас остается нам немного довязываем плечо вот посмотрите провязала и у меня остается всего одна петелька это у нас 3 воздушные петли подъема как я говорила что при вывязывании горловины на спинке я делала два столбика рельефных вместе таким образом у меня плавно шел переход у горловины тут делаем то же самое два рельефных столбика мы провязываем вместе и эту петельку также мы 1 2 3 в третью воздушную петельку подъема протягиваем и все у нас готова наша спинка делаем 2 воздушные петли отрезаем ножницами ниточки и затягиваем узелок все мы соединили при этом не делая шва вот у меня изнаночная сторона так выглядит у меня лицевая сторона в принципе они обе смотрятся красиво и так мы с вами научились вязать горловину обратите внимание чтобы пройма у вас была также ровная у спинки и у полочки горловина связана спинка с полочкой у нас соединены нам нужно также соединить второе плечо здесь у меня уже спинка готова значит в последнем ряду вот этой вот полочки я буду соединять ее со спинкой то есть наоборот если здесь я соединяла спинку с полочкой то там я буду соединять полочку со спинкой давайте довяжем горловину у нашего кардигана надеюсь что вопросов у вас не осталось в следующем видео я вам покажу как делать откат рукава мы его сразу не делали поскольку мы должны были определиться с глубиной проймы и как вы видите глубина проймы у меня уменьшилась это все мы будем учитывать при вывязывании отката рукава но обо всем этом мы с вами поговорим в следующей уже части поэтому не пропускайте подписывайтесь на канал вступайте в группы вконтакте и одноклассниках все ссылки в описании к видео спасибо что вяжете вместе со мной пока пока пока